Свобода Иванова, вы знаете, первый раз вижу. Свобода, слышали, понятие такое? Что такое свобода? По идее, там должно содержаться, что, типа, моя свобода, точнее, до того момента, как наступается, было другого человека. Да что это такое? Может, ибо беда моя тоже, беда до того, пока ваша беда. Значит, у меня пожар, потом и у вас начался пожар. И что? Значит, пока горел мой дом, я был свободен, а когда ваш загорел, вы стали свободны от дома. Правильно? Я правильно использовал ваше определение? Нет. Ваше определение такое, что вот оно вот простирается до меня, вот когда затронуло меня, то и я стал свободен. Меня подразумевало определение свободы в юридической терминологии. Ну, мы с вами в институте философии в Санкт-Петербургской университете. Что могу сделать? Мы вообще философы с вами или нет? Вы конфликтологи. Не понял. Конфликтологи. Вы конфликтологи, там где? У вас какое более общее определение, то, что вы философ или то, что вы конфликтологи? Вы конфликтологию к философии применяете или философию к конфликтологии? Кто такие конфликтологи? Конфликтологи в институте философии – это прикладные философы. Они прикладывают знания философии для изучения конфликтов. Вы не заметили определение конфликта, которое давалось? Мы не заметили, но просто я не согласна с этим. Мало ли, что вы не согласны. У нас не свобода мнения. Нет, у нас не свобода мнения. У нас тут обучение. Обучение означает передача знаний от преподавателей слушателям. Вы согласны, что вы слушатель? Я училась там немножко по другому. А сейчас вы в Санкт-Петербургском государственном университете. Что такое государство? Это область насилия. Какое мнение? Мы душим всякое мнение другое. Душим. Причем душим на основании того, что это государственное университет. Государственное житло. Так, ну это шутка. Значит, что такое свобода? Отсустие рамок таких. Вот, видите. Это свобода, как свобода. Значит, есть вот такое широко распространенное мнение. Вы употребили слово мнение. Слово мнение очень опасное, потому что мнение у меня, может быть, какое угодно. Вот по мнению их вообще не спорят. У меня, например, есть мнение, что до Луны 50 километров. Я еще не ходил. Ну, мнение у меня может быть такое? Еще вы будете спорить со мной. А скажете, а у меня мнение 180 километров. Вот она придет, скажет, будет 300 километров. Тысяч. Я говорю, вы даете такие цифры. Так? То есть, мнение их спорить бесполезно. Поэтому, чем отличается знание? Знание или понятие, или понимание – это соответствие. Истина в чем состоит? В соответствии понятия объекту. А не в том, что мы что-то высказали. Высказывать я могу все, что угодно. И вот самое распространенное мнение о свободе, что это осознанная необходимость. Слышали, да? Свобода есть осознанная необходимость. Вопрос. Это определение свободы или высказывание о свободе? Высказывание. Потому что, если я возьму его за определение, то у меня получится вот такая ненормальность в понимании, что вот человек украл 100 тысяч рублей, его посадили в тюрьму на 7 лет. Он 2 года сидел, и там как раз время было и место подумать. Через 2 года он понял, что воровать нехорошо. И что вы посадили его правильно, наказали правильно, и осознал свою вину. И что поэтому он сидит вполне в соответствии с необходимостью общественной. Вот осознанная необходимость. Означает ли это, что остальные 5 лет он сидит свободно? Что он свободен стал от того, что он осознал необходимость? Не означает, правильно? Поэтому это высказывание, вот, ну как, опровергается этим примером, высказывание, что это высказывание надо брать за определение. А определение у Маркса очень нераспространенное. Мало кто его знает, несмотря на то, что Маркс это все знают. Оно звучит так. Свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием дела. То есть, если обстоятельства над вами господствуют, ну вот сложились такие обстоятельства, вот пришел товарищ, говорит, я вот не могу быть на лекции, потому что у меня там то-сё, медицинские какие-то дела. Он свободен, что ли? Нет. Он вынужден подчиняться этим обстоятельствам и идет. Так, а вот, а вы можете господствовать над обстоятельствами? Абсолютно. Не можете, потому что вы закон ома можете отменить? Не можете. Закон всемирного тяготения не можете отменить? Не можете отменить и так далее. То есть, нельзя себе, так сказать, ставить такие задачи, которые вообще игнорируют законы там физические или общественные. Поэтому это вот отражается в этом определении, что это не вообще господственное обстоятельство, а знанием дела. То есть, если вы хотите пройти туда, ну вот вы идите вот отсюда, и потом зайдите и будете за стенкой. А вот так можете вы пойти, если у вас гранаты есть, если сейчас война, тогда вы можете бросить гранату и проходить туда. Так, скажем, было, когда мы за Кенигсберг воевали. Да? Инструкция была такая. Солдат, ты не один, вас двое, ты и граната. Бросают гранату, потом застреляешь в потолок. От нее рикошетом идет сразу очередь по всем. И тогда вы можете туда заходить и так далее. То есть, по-разному можно относиться даже к преградам. Но все равно вы должны учитывать объективные обстоятельства. Господство над обстоятельствами со знанием дела. Замечательное определение свободы. Оно не абсолютное, такая, что нельзя эту свободу, так сказать, понимать так, что отменяются все законы объективные. Нет, законы не отменяются. Но человек свободен в том смысле, что он, опираясь на знание этих законов, осуществляет свою волю господствовать над обстоятельствами. Ну, на этом мы предисловие закончим. И приступим к рассмотрению главного вопроса. Анализ коллективного договора. Просьба сюда выйти. А можно я вот эту сетку? Не, вот это вот надо... Вот видите вот эта штучка? Вот когда вы будете здесь стоять? Я могу здесь сесть. Если вы хотите сесть, пожалуйста, рядом со мной. Так, пожалуйста, это можно. Это вы в этом свободны. Вот, пожалуйста, я даже вот так сделаю. Вы себя представьтесь, пожалуйста, и, пожалуйста, говорите. О, Боже мой, меня зовут Инна. Вот, Инна, пожалуйста, Инна. И фамилию вы решили не обнародовать, хорошо? Меня зовут Инна, я магистратор его курса факультета... О, факультет Института философии. А, Института философии. Да, направление политической конфликтологии. И, соответственно, сегодня я проведу анализ коллективного договора закрытого акционера на общество, первый контейнерный терминал. Это 2008-2011 годы. Ну, соответственно, это коллективный договор, действие коллективного договора, так понимаю. Хотя тут написано, что он вступил в силу с 1 февраля 2005 года. Он продлен был. Ну, да, действительно. И потом почти вот в таком же виде он снова воспроизведен в новом коллективном договоре. А, то есть это не новая коллективная договора? Ну, вот он же... Нет, он вот в 11, значит, если 8-11, это 3 года, продлить можно еще на 3 года. Да, соответственно, да. Да, значит, с 14-й получается. А вот с 14-го года действие с 14-17-й. А, то есть... Который на базе этого сделал. Ну, в общем-то, аналогично этому. Ну, да. И, соответственно, здесь коллективный договор был заключен между работодателем, то есть закрытым акционером общества, 1-й контейнерный терминал в лице генерального директора. И, соответственно, с другой стороны, это работниками организации в лице единого представителя органа работников. Это правком РПД зао 1-й контейнерный терминал и ПРВТ зао 1-й контейнерный терминал. Блокеров состоят в основном блокеры-механизаторы, а в процессе для работников водного транспорта состоят рабочие механизации, которые ремонтируют технику, в том числе погрузчики и краны. Да, понятно. Ну, собственно говоря, данный коллективный договор, по моему мнению, соответствует стандартному коллективному договору в подобных организациях. Ну, тут просто в основной части, естественно. А что такое стандартный коллективный? Стандартный – это коллективный договор, соответствующий всем нормам, указанным. Так, а норма – это только общая схема. Там говорится о том, что там может содержаться, а никаких параметров не задаёт. Никакой стандарт уровня не задаётся. И по форме это лучше сказать, чем по содержанию. По форме, согласитесь? Ну, да, да. По форме, установленной законом, он соответствует. То есть, есть такой раздел, есть такой раздел. А что в этом разделе? От этого и зависит содержание, правильно? Может быть, слабый коллективный договор, может, сильный, может быть, так сказать, плохой для работников, может быть, плохой для правозадателя и так далее. Ну, я бы не сказала, что коллективный договор плохой для работников. Всё-таки тут… Я бы тоже не сказал. Всё-таки достаточно… Здесь много и детально прописано того, чего должны предоставить работникам. Начиная, к примеру, от средств индивидуальной защиты. Тут вот есть в приложении написано, какая у кого, у какого работника квалификация или специальность, в соответствии ей предоставляется определённый набор индивидуальных средств защиты. Соответственно, если у работника, скажем так, тяжёлые условия труда, в которых он задействован более одного часа, ему предоставляется ещё дополнительное питание, бесплатное питание. Ну, тут тоже прописаны различные молочные продукты, с пектином продукты и минеральная вода. Это в зависимости от того, с какими грузами, где дело. Потому что для одних вредных грузов лучше потреблять молоко, в других случаях пектинно содержащий, это вот мармелад. Например, где с этим свинцом, по-моему, когда рабочие работают с свинцом, и у них вот им нужно пектинно содержащий продукт. Ну, а им выбирать не приходится, с чем они работают, потому что что, так сказать, дадут перегружать, то и перегружать. Ну, соответственно, вот тут варьирует. Ну, да, мне вот ещё что понравилось, что здесь прописано, например, детально, сколько и в каком количестве дней отпуска предоставляется определённая квалификация работников, дополнительных дней отпуска. Написано, сколько, какая... Вот на каком основании, на законном основании в коллективном договоре дополнительные дни отпуска появляются? Что является основой такой юридической? Есть какие-то, или что хотят, то напишут? Нет, ну, это зависит от сферы деятельности. Ну, сферы зависит, но они могут установить в коллективном договоре лучшие условия, чем в законе? Естественно, могут. Худше не могут, а лучше не могут. Так вот, это и есть основание. То есть, само понятие коллективного договора в законодательстве позволяет им довольно свободно здесь действовать. То есть, если вы договоритесь с работодателем, то, пожалуйста. Ну, да, соответственно, нужно проводить эти приговоры, коллективные приговоры для того, чтобы вынести новые... А, ну, как вы думаете, вот можно так вот уговорить работодателя раскошелиться на дополнительные дни отпуска только путём разговоров? Ну, я думаю, нет. Вот я с вами разговариваю, разговариваю, потом вы достаете сумочку и начинаете мне деньги платить. Вы верите в это? Я не верю. Естественно, нет. Ну, вот как вы это понимаете? Ну, во-первых, сначала рабочие, наверное, если у них нет профсоюзного органа, то они хотя бы собирают... Ну, либо предоставляют полномочия этому профсоюзному органу, либо собирают представительные органы работников. Потом они пишут, все организационные вопросы решают, пишут весточку работодателя. Ну, вот мы с вами сидим вот за одним столом, так, вы представитель работников, а я работодатель. Я говорю, нет, 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 нет. И что дальше ваше действие? То есть, как вы представляете, вот такой хороший коллективный договор с такими хорошими вещами, вот я так прямо и подписываю? Ну, естественно, просто так вы его не подпишете. А какие у вас рычаги? Я должна на вас нажать. А чем вы собираетесь на меня нажать? Ну, законодательством. Фу, законодательство ни к ничьему меня не обязывает. Абсолютно. Законодательство позволяет вам добиться лучшего по условиям, чем законодательство. И все. А как? Законодательство вам не предписывает ни один вот этот пункт, законодательство не присутствует. Вот все содержание, это, пожалуйста, творите. Творите и добивайтесь от работодателя. Как вы собираетесь от меня добиваться? Какие у вас есть орудия? Ну, наверное, ФНПР, по-моему, называется, профсоюз. Главный профсоюз, в общем-то, я обращаюсь. Во-первых, профсоюз докеров не входит в ФНПР. И этот профсоюз АПРВТ входит. И вот это самый такой смирный профсоюз, он ничего не помогает добиваться. Я буду устраивать забастовки, мне же позволено устраивать забастовки. Он узнает, что хороший коллективный договор без забастовки не заключается. Это не значит, что вы обязательно будете ее проводить, вот вы начнете ее готовить, вы будете проходить этапы, одновременно будете… Ну и работать. Работать и разговаривать. Ну, естественно, там же есть вредные… Причем забастовки бывают какие? Забастовки бывают… Я итальянскую… Формальные, а бывают неформальные. Ну да. Ну как может быть проведена в этом коллективе неформальная забастовка? Она в чем может заключаться? А вот, скажем, представьте себе, что все составляющие производственного процесса вдруг начинают медленнее двигать. Вот, скажем, погрузчик может ехать со скоростью 60 км в час, а может 6. Вы спросите меня, почему у меня погрузчик едет со скоростью 6? Почему вы едете со скоростью 6 км? В цельной безопасности. У нас столько случаев было, у нас и погрузчик один вместе с докером свалился на лед и утонул. И погрузчик миллионный, и докер пропал, и так далее. Барьеры эти все сбил. Ну что барьеры, когда идет такая махина там трехэтажная, страшная, которая двигает контейнеры. Контейнеры могут свалить, оборваться. А вы что, хотите в смертных случаях? Поэтому я еду 6 км. Еще вопрос есть? Понятно. Соответственно, просто такие мистеры будут дать обычную идиотную ступку. Видели замедленное кино? Естественно, да. Там все согласовано. Все как было, так и есть, но только все медленно. И что по этому поводу будете говорить? Я, наверное, пойду на уступ, если постоянно рабочие это делать. Потому что я не хочу, чтобы у меня производство страдало. И были убытки. А еще у вас еще не непрерывная зависимость вашего результата от работы докеров. Вы же грузите корабль. Корабль ушел, если сегодня вечером в морской канал. Это одни затраты. А если он не ушел, вторые сутки пошли. Это бешеные деньги. Поэтому вот это замедление работы грозит вот такими страшными потерями, что вы как-то начинаете так более сговорчиво, или я, то есть, начинаю более сговорчиво к этому относиться. В общем-то, наверное, благодаря всем вот этим вот было достигнуто вот это большое количество бумаг, написанных здесь всех. Более того, вот я могу вам доложить, поскольку я контакты с ней поддерживаю, я консультант этого правкома. Значит, в настоящий момент процедура забастовки пройдена, и на этом докеры остановились. Они не бастуют. То есть, вся процедура пройдена, то есть, теперь достаточно собрать конференцию и объявить забастовку бессрочную. И все. Ничего не надо им делать. То есть, никакой не срок уже, ничего. Все было. Была примирительная комиссия, были все эти рассуждения насчет арбитража и посредника. То есть, все вот процедурные моменты закончены. Ну и, а работодатель вот в условиях кризиса обеспокоен одним. Работы мало. Работы сейчас там компания, которая руководит ими, другая. Был такой Южилин, генеральный директор, двоюродный брат другого Южилина, который был депутатом Госдумы и собственник этого самого терминала. У него примерно 2 миллиарда долларов. В отличие от других собственников, у которых, там, скажем, Лисин, 17 миллиардов долларов. С ними тяжело взаимодействовать в этом плане. Их не напугаешь некоторыми потерями, потому что они достаточно большим располагаются умными. И вот, а сейчас GlobalPorts, международная компания, которая плохо снабжает работы. Нет загрузки необходимой. Что делать? И вот надо сократиться. Работодатель решил сокращать работников. Как он будет их сокращать? Вы заметили, там есть пункт о согласовании с профсоюзом в войне. Да, естественно. Особенно если... Членов профсоюза. Да, надо сначала с профсоюзом это сокращать. Вот он и что тогда должен делать? Работодатель, поскольку он сам принимал участие в этом заключении, он приглашает нечленов профсоюза. Говорит, слушай, Иванов, ты скоро на пенсию, давай я тебе даю 6 окладов, и ты уходишь. А потому что иначе мы тебя уволим, и ничего. Поговорил, тот ушел. Если бы это был член профсоюза, он бы сказал, знаешь, что я член профсоюза, меня нельзя уволить без согласования и разговаривать не хочу. Один, второй, третий, четвертый. Значит, и вот все люди, или те, у каких какие-то были нарушения, не члены профсоюза, или те, ну, вот скажем, люди достаточно пожилые уже у них. У них же вредная работа. Что-то долго, вам трудно, работу сейчас хорошую не найдете. Давайте я вам даю 8 окладов, и вы уходите. 9, тот говорит, 10, ладно, вот 10, и вы уходите. Они уходят. И что получилось? В результате этой всей деятельности, активной деятельности, администрация поволняла всех нечленов профсоюза. Поэтому, вот скажем, первый контейнерный терминал, единственная, по-моему, в России организация, где все работники, члены профсоюза, все до единого. Основная часть докера, члены профсоюза докера, вторая часть, это работники механизации. Все. Больше других нет. А этих уже не трогали. И причем, ну, ушли более старые, там, с нарушениями здоровья и так далее. Остался такой молодой, хороший коллектив. Зарплата у них от этого не понизилась. Работоспособность сохранилась всего этого первого контейнерного терминала. И он, так сказать, не переживает тяжелые времена. Вот. Хотя некоторые сложности появились, но вот они вполне преодолеваются. Это связано вот с тем, что здесь лежит. Потому что... А в трудовом кодексе есть согласование с профсоюзом? В смысле согласование с профсоюзом? Увольнение работников. Вот если это по закону действовать... В трудовом кодексе там, по-моему, нет согласования с профсоюзом, но там же есть, нужно предупреждать за три или два месяца, значит, с выплатой... Либо предоставлять месяц. Это есть сокращение. А так вот по инициативе работодателя увольнения можно произвести? Ну, просто так ни за что нет. Нет, ну за что так все. Да можно найти. Ну, это нужно доказать. Кому это нужно? Идите в суд. При условии, если это нужно кому-то. Если это кому-то не нужно, то, соответственно, да, можно уволить без приличи. А здесь написано согласование. Что это означает? Как вы все понимаете, согласование с профсоюзом? То есть я решил уволить докера Петрова. Ну, соответственно, я сначала согласую от меня с профсоюзом. То есть я, например, профсоюз мне может предоставить какие-то... Нет, я решил. Я пишу бумажку. Хочу уволить Петрова. Хочу уволить Петрова. Что делаете? Ну, они... Я, соответственно, вам пишу... Почему? Он же такой хороший работник. Я могу перечислить все его услуги и достижения. Вам зачем писать? Ну, может быть, он действительно хороший работник. Чего? А хочешь со мной поговорить? Не надо со мной говорить. У вас согласование. Как понимаешь, что вы согласование? Об увольнении, скажем так, согласование об увольнении, это процедура, когда... Да никакой тут нет процедуры. Вот вы пишете мне, согласовываю, и подпись. Все. Но надо доказательство. Не надо доказывать. В соответствии с пунктом таким-то не согласовываю. Чего доказывать вы должны? Ничего вы не обязаны заказывать. А, понятно. Я поняла. А вот учет мнения, вот в чем разница? А в законе, раньше был в ГЗОТе до 2001 года, было согласование, а сейчас в законе стоит учет мнения. А в чем учет мнения состоит? Вот это, представляете себе, процедура учета мнения? Вот вы представляете процедуру учета мнения? Это, скорее всего, наверное, то, что я имела в виду? Да, примерно то, что вы имели в виду. А тут просто я могу указать... Надо только ее оформить вполне. То есть, если я собираюсь издать локальный нормативный акт, какой угодно, который ухудшает ваше положение, так что я делаю? Я пишу, должен написать по закону обоснование. Это нужно для того-то, того-то и того-то. И несу вам. Ну, посылаю, работника он приносит. А вы, председатель правкома. Вы читаете и видите, черт и что. Что вы делаете? Я возражаю. Тогда что должен сделать? Понять мое возражение. Я вам тоже, опять же, должна предложить, почему я возражаю. Да. Но вы даже не должны по закону, вы не должны писать обоснование. Что требую я с работников обоснования? Я вообще бы написал бумагу. И это обоснование должно быть. От вас мотивированное заключение. Мотивированное, потому что и потому-то. Но это уже не обоснование полное. Ну, какой-то мотив-то должен быть. Ну, почему вы, если не согласны-то? Ну, потому что это ухудшает мое условие труда. Ну, написал. Это мотивировка. Мотивировка, мотив. Понятно, что это гораздо меньше требуется для этого. Вот вы написали мне. Дальше что я должен делать? А я нацелился принять этот локальный нормативный акт. Вот я от вас получил бумажку, что вы не согласны. Что я должен сделать? Ответить, наверное, мне. Что вам отвечать? Тоже бумажкой, что вы намерены? Нет, это процедура прописана в законе. Нет, я должен вас пригласить. А, на переговор? Нет, не на переговор, а на консультацию. То есть я прихожу, приходите кофейку попить. Вот мы с вами сидим, но сидим мы, это у нас консультация проведена. Вы мне рассказываете, что вы не против, а я рассказываю, что надо вот такое принять мне решение. После того, как мы с вами посидели, попили кофейку, вы пошли к себе, а я подписываю приказ. Почему? А потому что я все исполнил. Я давал обоснования, вы давали свое мотивированное заключение. Я провел с вами консультацию, и после окончания этих консультаций я имею право издать свои локальные вопросы. Издать приказ. Нет, а если на консультации я была против. А это не вас, я ничего не важно. А если я отказался, это присутствие на консультации. А это ваша проблема. Считайте, что я вам консультацию предлагаю, вы уклонились. Вы нарушительница, тем более я издаю приказ. Поэтому это нужно предусмотреть и коллективные договоры. Поэтому товарищи, и вот сейчас у них забастовка по тем, вот как раз они настаивают, которую работодатель решил изъять по согласованию союза. Я сказал, давайте опустим на уровень закона. Они не хотят. Потому что сначала опустят вот эту бумагу, а потом их поувольняют. А что над ними нависает? Наверное, вы представляете такая же ситуация в экономике. Значит, есть сейчас всякого рода компании, которые предоставляют рабочую силу. То есть набирают людей, рога и копыта компания, которая набирает людей, которые она предоставляет, другие организации. И вот вместо этих догеров приходят люди, которые зачислены в какую-то другую. Например, есть в порту соответствующая компания, которая предоставляет работников. И эти работники бесправные. У них нет никакого коллективного договора. Они вообще как бы не в ЗАО ПКТ, и не в другой компании, они в этой вот компании по предоставлению персонала. И зарплату они получают гораздо меньше, условия в себе гораздо хуже. И никаких у них прав нет, и профорганизации нет, ничего нет. Поэтому вот эти вот докеры, чтобы эта вот компания не захватила тут все. Ну и на этом тоже вот некоторые получается конфликт, который требует от них вот мобилизоваться и готовить. Ну, так сказать, создать угрозу забастовки. Потому что мне же это будет самоцелие, чтобы делать забастовку, правда? Достаточно. Вы показали, что вы можете. Они знают, что они могут пропастовать. Более того, в порядке подготовки к забастовке формальные, они могут проводить... Вот у них есть такая практика работы по правилам. Она проводится обычно так, побригадно. Вот там несколько бригад, и целую неделю каждая бригада должна проработать по правилам, строго. А что значит строго по правилам? Значит, это вот надо пригласить с утра инженера по технике безопасности. Пусть он расскажет, как надо работать, потом покажет приемы, потом ему зададут вопросы. Вот вы в состоянии мне задать вопросы до окончания наших занятий? Да. Вы же кульфицированный народ, правда? Ну вот, все задаете, задаете, задаете. А я все жду, когда вы пойдете работать, а вы все задаете, и кончилось рабочее время. Ну, это все. Что, какие нарушения? А я тут сидел, при этом присутствовал, поэтому это не то, что вы не работали, а вы сняли, как лучше работать? Я думаю, во многих организациях прописывают рекламу по количеству времени на вопрос. А если вопросы по технике безопасности, там сколько травматических случаев? И инвалидов много. Инвалидов много, поэтому тут никак не скажешь, что это вот излишних какие-то вопросы. Интересно, значит, вы, я вам прекратил, а потом завтра кто-нибудь убьет. Кто будет отвечать? Я буду отвечать. Причем в уголовном порядке. Так, ну вот, продолжайте. Это я, как раз мы с вами обсудили, такой очень коренной вопрос, потому что вопрос о согласовании, один из принципиальных вопросов. Почему? Потому что он, этот договор отличает от, вы хотите говорить, стандартный. Он не стандартный. Вы таких договоров, где есть согласование осталось, найдете очень мало. Нет, я имею в виду стандартный по форме. По форме стандартный. По форме стандартный. Ну вот, соответственно, по поводу несчастных случаев тут тоже ведь прописано. По созданию комиссии несчастных случаев, проведении расследований несчастных случаев. И везде есть представитель профсоюза. Да, да, естественно. Потому что иначе может получиться, что виноват человек, получил травму, и сам же и виноват. Да, да, да. А почему такие вещи бывают? А потому что иначе надо раскошеливаться работодателю. Платить. В том числе, может быть, семье платить, в том числе, может быть, еще какие-то делать вещи. Да. Ну тут достаточно тоже, что мне понравилось. Тут, например, описано также во многих организациях, например, в предыдущем коллективном договоре, который я вам рассказала, рассматривала, там мне было описано четко, ну была одна единственная система оплаты труда, а здесь уже несколько, даже есть одна мне аккордная оплата труда, то есть это мотивационная, насколько я поняла, система оплаты труда. Тут только мне вот интересно, конечно, как она производилась, производилась ли она вообще в этой организации? Там у них есть такое понятие приработок, то есть вот есть норма времени, а если они быстрее это делают, за более короткое время, то они получают дополнительную зарплату за это. Это называется приработок у них, вот то дополнительная сумма, которую они получают за сокращение времени. А время почему очень ценно, потому что как бы маячит этот самый корабль, который должен или стоять без толку здесь у причала, или он уйдет раньше. Если он уйдет раньше, это значит сокращение денег, которые платят порт. В общем, мне кажется, что вот огромное преимущество этого коллективного договора, что будет прописано все до меньшайших подробностей. По времени, там, кто во сколько должен приступать, сколько минут перерыв, сколько в таком-то случае, посменно. Ну вот вы как раз до начала наших занятий говорили, мы конфликтологи, а вот глазами конфликтолога, если на это посмотреть, по всем же этим вопросам мог бы возникнуть. Ну конфликт, естественно. Значит, сколько здесь присутствует возможных конфликтов? Много. Море. Море. И эти возможные конфликты, если они урегулированы до начала своего возникновения. Я уверена, что они есть всегда на производстве. Нет, не всегда. Вот если этот вопрос урегулирован, какой-то может быть конфликт. Сразу смотрим, страницу такую открываем, пункт такой и действуем. Ну я думаю, все равно конфликт же и так быстро не разрешается, что просто открыл, показал. Разрешается, разрешается. Потому что если конфликт, то он разрешается силой, а не дискуссиями. А вот дискуссия еще может пройти, вот я должен принести вам пункт, показать там, или вы должны мне принести, показать, показать соответствующим службам и так далее. Но если вы показали, это же локально-нормативный акт, это сохраняется чем? Государство сохраняется. Это же коллективный договор, который, как вы правильно сказали, он в соответствии со всеми нормами составлен государственным. То есть это локально-нормативный акт, это часть права, который защищает государство. Поэтому, как хочу тут конфликтовать? Спорить тут можно, конечно, дескать. Дескать, я вот не так понимаю, я вот всяк понимаю, но поэтому, как записано, важно хорошо записать, чтобы не надо было бы или не следовало бы трактовать это двояко. Но, во всяком случае, вот каждое это положение, это предотвращение какого-то конфликта. Вот сколько тут конфликтов превращено. Потому что профсоюзы иногда действуют каким образом? Значит, они защищают трудящихся. То есть я на вас, на трудящегося напал, профсоюз защищает, требует компенсации там, то есть по итогу. А здесь наоборот, если составлен коллективный договор, то вот по этим вопросам нет никаких конфликтов. Есть споры, это могут быть, конечно, по тому, как вы это понимаете, что делать и так далее. Но, если вопросы регулированы, значит, как вы себе представляете разрешение противоречия, это противоречие разрешено до возникновения. Ну, как бы, у вас, вы должны представить, когда вы пишете коллективный договор, представить те противоречия, которые могут возникнуть, конфликты, которые могут возникнуть при обострении этого противоречия, и это урегулировать на переговорах. И они никогда не имеют эти вот вопросы остроты, потому что еще нет этой проблемы. Она только так вот виртуальная, она, так сказать, в сознании, только в обсуждении, в договоре. В переговорах она возникает по каждому пункту. Вот вдруг этот пункт прошли, этот пункт прошли, этот пункт прошли, пошли дальше. Подписали под основной частью все, уже конфликта нет по основным проблемам. Пошли первое приложение, а уже все в действии это пошло. Оно уже работает. Потом второе, это может тянуться целый год. Оно же не мешает выполнению этого и так далее. И сокращаем, и сокращаем конфликтность, сокращаем, сокращаем и сокращаем. Встает вопрос. В некоторых коллективных договорах записывают, что вот с принятием коллективного договора, администрация просит, с принятием коллективного договора, значит, коллектив отказывается от забастовок. Это хорошо? Я думаю, это не очень хорошо. А в чем не очень хорошо? Ну, скажем так, у коллектива не будет потом возможности воспрепятствовать какому-либо пункту. Который не прописан. Какой бы ни был коллективный договор, он не может захватить всех ситуаций, которые могут возникнуть. А право на забастовку, это какое право? Это право законное? Ну да, действительно. Законное. В Конституции прописано? Тридцать седьмой статье. Может, к работнику сказать, вы знаете, что вот вы чего требуете, чтобы мы гражданин, я вот гражданин России должен отказаться? Это даже нельзя запрещать? А? Даже нельзя запрещать? Нет, ни в коем случае. То есть нельзя? Нет, ну право-то я не могу отказаться от своего права на забастовку. Значит, я могу записать в коллективном договоре. Давайте найдем формулировку. Значит, коллективные или работники отказываются от использования своего права на забастовку по тем вопросам, которые регулированы в данном коллективном договоре. Нормально? Да. Они отказались от права на забастовку? Отказались. Нет. Нет, отказались в смысле по тем... Нет, они отказались от использования этого права, от использования этого права по тем пунктам, которые регулированы. На что они намекают? Что если вы хотите, чтобы там не было забастовки, давайте и те пункты регулируем. Если мы не договорились, давайте приимем еще соглашение и сделаем 34-е приложение. 35-е, 37-е, какое угодно. Ну, зачем доводить людей до забастовки? Правильно? Вот и все. То есть, вот это очень ценно. То есть, если отказываются работники от этого права, то, конечно, никакого рычага воздействия на администрацию уже не имеют. То есть, они имеют тогда в виде неформальных забастовок. Ну, это единственное, что вопрос, например, у меня возник, это будут те же самые средства защиты и просто то, что предоставляет должен работодатель. Например, в некоторых пунктах написано «доизноса». Просто в организации, скажем так, про которую я вам говорила, там доизнос не было. Человек это проделал изношенность вещей. Как бы если вещь должна быть была изношенной, никто не мог доказать, что она изношена. И поэтому работникам не давалось дополнительная единица этого средства дальней защиты. Дело в том, что тут вот насколько, поскольку люди работают на открытом воздухе, в дождь, в снег. Вот сейчас вот, видели, какая погода? Сейчас же работают. Вы заметили, что один день они не работают в году всего. Ну, порт не работает. Так вот они меняются, там смены меняются, выходные у них есть. Но один день не работают. А так они все время работают. Зимой, мороз, летом. Выражает, насколько можно долго что-то носить, особенно вот в такую погоду. Да. Ну, вот не хочется раскошеливаться от администрации, но больше, так сказать. Вот тут по ним тоже, ведь по этим вещам обсуждали, с администрацией. Каждый же пункт, вот каждый этот пункт, как каждые штуки, они все обсуждены. Вот, а я был свидетелем того, как в один прекрасный момент, значит, договор закончился, а новый был, буквально через месяц должен был вступить в действие. Сразу, в спецодеждах. Вместо шерстяной, брезентовая. В чем разница? Вот если вы в шерстяной одежде промокнете, вы не заболеете. Если вы в брезентовой промокнете, вы почти с гарантией заболеете. Потому что она, вот только шерстяная одежда, если она теплая, она спасает от заболевания, потому что она, будучи влажной, все равно греет. Раз. Теперь второе. Значит, можно в коллективном договоре, в прошлом, который закончился, и в новом, который вот уже переговоры проведены, записано, что каждый имеет свою индивидуальную одежду специальную. То есть он приходит, у него есть плащ сухой. Но поскольку у вас не было уже два дня, там у вас перерыв был, вы приходите, одеваете сухой плащ. А этим приказом, раз нет коллективного договора, этот месяц приказом. А приказом такой, дежурный плащ. Это что такое, дежурный плащ? Вы пришли, с мокрым, грязным плащом повесили его, а я пришел, ночную весьмену одел этот и пошел. Это дежурный называется. Ну так вот сразу напишешь, еще не додумаешься до этого, что означает дежурный плащ. Дежурный плащ означает, что это не тот, а переходящий. Переходящий красный знамя может быть и хорошо, а переходящий к мокрым плащ, это не очень здорово. Вот такая штука. И сразу обрыв во всех вот этих вещах, которые тут, они почему пишут? Сказать, ну чего вы такой крючкодерством занимаетесь? Вот все его прямо пересекляют. Вот если не написано будет, что на Новый год положить шоколадку в подарок детям, что положит? Плитку сахарную. Знаете эти, из сои, которые идут. Так, если вы не напишите туда, значит, мандарин, не положит мандарин, положит яблочко и все. Надо написать яблочко, мандарин, апельсин. Вот набор. Потому что каждый будет прописывать количество. Да, не будешь прописывать, я скажу. Это же все, это деньги работодателя. То есть, он в соответствии с законом, если он подписал этот коллективный договор, это он должен все оплатить. Интересно, вот вы скажите, чтобы я вам оплачивал, на каком основании я буду вам это платить? На основании коллективного договора я даже с точки зрения налоговой инспекции могу платить. Сказать, куда вы деньги-то потратили свои? Что-то у вас прибыли нету, куда расходы? Куда они ушли? Они ушли на эти пункты и так далее. А здесь, я насколько заметил, к примеру, существуют люди, которые гипераллергики. Есть у них, например, какой-то аллергический реакционный материал, который тут предоставлен. Да. Имеет ли право он потребовать с работодателя более лучший материал, который не будет вызывать у него аллергии? Он имеет право при составлении коллективного договора, когда идут переговоры, любой вопрос сюда записать. Нет, а если он, например, коллективный… А если он не записал? Либо он еще не работал в этой организации, когда был заключен. Ну, вот пока, значит, пока не… То есть, страдает отлергии. А есть? Нет, а есть какое понятие? Есть… Вот заключен сегодня договор. Завтра могут начаться переговоры. Вот профсоюз инициирует переговоры об изменениях и дополнениях в коллективном договоре. Не о новом коллективном договоре. Это раз вот на три года он действует. Еще на три года можно его определить. Но как только вы его заключили, вы завтра можете поставить вопрос об изменениях и дополнениях. Вот этих аллергик, и вдруг вкрылась эта проблема. Так, давайте это компенсации работникам, которые страдают аллергическими заболеваниями. А там, например, вот такой комплекс переработки удобрений. Весь он в пыли и все. И потом там еще есть обработка шрота, так называемая. А шрот – это корм. Это измельченная трава и прочие растения. И там, естественно, всякие насекомые. И чтобы этих насекомых подавить, подушить, обрабатывают это, фумигируют газами. И вот от этой фумигации надо, чтобы дня два выветривался этот корабль. И пока он не выветрится, этот газ, надо запускать докеров. Работодатель торопится, что корабль надо дальше плыть. Вот, поэтому вот строги очень прописываются, сроки в отношении того, сколько и как проводится обработка фумигированных грузов. Вот, я уже не говорю о том, что радиоактивные вещества, как они к нам попадают? Прямо у нас со всеми ежедневно-дорожные сообщения, или приводят их на самолетах, а они же так же идут на кораблях. И через этот порт идут. И так далее. Ну и другие, какие угодно грузы. Грузы могут быть, тряпье какое-нибудь, вот они там в этих контейнерах потом перебирают в связи с требованием таможни. И от этого тоже могут быть аллергические реакции. Поэтому, в принципе, это тоже можно прописывать, но тогда существует процедура изменений, дополнений, а если у людей нет этого документа, им нечего изменять, нечего дополнять, они беззащитны. Дескать, вот то, что есть в законе, вот что написано, получите, нет в законе, до свидания. А мы можем прописать. Вот когда пропишете, тогда и получите. То есть, пока вы не получите вот такой. И вот если мы с вами говорили в начале о развитии с вами, то вот был коллективный договор у них в свое время. Потом он, когда перерабатывали, они новые пункты поставили, новые вещи и так далее. И вот от периода к периоду этот коллективный договор улучшался и улучшался. То есть, чтобы получился такой вот коллективный договор, он развился. Поскольку на базе прежнего получили еще более интересные, более содержательные и так далее. И что администрация еще увидела? Администрация увидела, что когда работники защищены, и они не боятся, что они тут заболеют, пропадут и так далее, и что у них не будет защиты, они работают спокойнее. Когда они спокойнее работают, у них производительность растет и растет. Работодатели в этой компании технику очень современную приобретают и очень высокий уровень техники. То есть, у них техника не ниже, чем в других портах, там, в европейских или японских. А докеры, соответственно, у них квалификация не ниже. Только зарплата меньше. Ну да, кстати, тут прописано, что это, я так понимаю, 6600 рублей – это оклад докера-механизатора. Ну сколько? Ну 6600 рублей. Нет. Это минимальный заработок. Вот там написано. Нет, 6 окладов у них, они 6600. Нет, там 6600. Это минимальный аргумент от труда. Где вы нашли? Я даже удивилась, что 6600. Это минимальный тариф, наверное. А, да, минимальный тариф. Минимальный тариф – это не минимальный, а не средний и не высший. А у них есть приложение по зарплате, там указано, какая зарплата. А зарплата у них не такая. И этот тариф там тоже был. То есть нельзя заплатить меньше этого вот этой величины. В месяц. А вы знаете, чем тарифы отличаются от зарплаты? Вот вы когда получаете по тарифу, может быть, получите половину зарплаты только. Пример. Вот. Это что написано? Месячная тарифная ставка 6600. А потом дальше идет… А вы видите, что это минимальная ставка, а дальше коэффициенты к ней. Это значит, что вот по этой ставке, это вот если есть один человек, если такой есть, а если его и нет, это не обязательно. Может, нет. Или уборщица столько получает какая-то. Вообще уборщица у них, наверное, тройную эту получает, или пятерную. Но это вот означает, что от этого коэффициента все считается. Вот зарплата пошла. А это не зарплата. И то, мне кажется, это же это неправда. Нет, это тариф. Это тариф. А к тарифу… Двойной и тройной. Я вам пример приведу. Вот нам сегодня принесли на кафедру дополнительные соглашения. Вот написано, что у меня оклад 27 тысяч. Это лично у вас, да? Лично у меня. Нет, не только у меня, у профессоров нашей кафедры. Ну, наверное, и других профессоров. Вот профессор. Потом написано, значит, там за должность, за звание. За степень. Раз, раз, раз. Потом поцу. Думаю, что такое отцу? Не знаешь, что такое отцу? Особо ценный объект. Это еще, значит, 50% от каждого из-за должности. Тарифы 50%, за должность 50%, за звание и за степень. Итого 52 тысячи пятьсот тридцать рублей. А 27 написан оклад. Поэтому, когда вы спрашиваете, как у вас оклад, ну, если вы не спросите, какой у меня оклад, 27. Спросите меня, как у меня зарплата. Мне кажется, никогда никто не спрашивает, какой оклад. Обычно спрашивают. Да, какая зарплата. Да, 50 тысяч. А иногда люди спрашивают, какая зарплата, а они тебе рассказывают, какой у них оклад. Или как он рассказывает, какой у них тариф. Что вы рассказываете тариф, когда у них вот этот коэффициент касается генерального директора. Вот когда у них забастовка, у всех повышается коэффициент, в том числе и генерального директора. Поэтому, с одной стороны, эти вот люди противодействуют забастовке. А с другой стороны, другие приходят. Слушайте, когда вы будете бастовать-то в конце концов? Потому что никакого шанса, что им повысят зарплату, нету. Пока докеры не встанут и не начнут бастовать. А если докеры начнут бастовать, вот эти все коэффициенты пойдут в ход. Вот они вот это расписали, а они могли расписать и другое. Это все вопрос. Ну, ведь каждый код должна повышаться реально и заработать. Это нигде не выполняется. Ну, я понимаю, что нигде не выполняется вообще должна. А нет никаких мер. А это разве нельзя прописать к листинный договор? Можно. У них прописано 24-е приложение. Ну, нет. 24-е приложение повышения уровня реально, задержания, зарплаты. Смотрите внимательно. Ну, так сейчас. Как называется приложение? Приложение к пятому. 24-е, смотрите. Там просто же не поменится приложение. Сейчас. Приложение. Что-то, что-то. Так номера там написано? Нет, там не написано. Там нужно смотреть. А, там, по содержанию? Да. Вот. Порядки повышения уровня реально, задержания заработной платы. Ну, а порядки повышения реально, уровня реального содержания. Ну, вот все. Нет, нет, нет. Это меня просто проявляет. Вот я участвовал в составлении этого дела. И мы формулу там сделали. Отпора зависимости от производительности труда. Производительность труда все время растет у них. Понятно. Если докеры, а как она может вырастить? Ну, приобретается более современная техника. Но если вы не улучшаете положение рабочих, от этого она производительность не вырастет. Хотя бы вы и новую технику даете. Хотите, чтобы она выросла, значит, повышаете реальное содержание зарплаты. Здесь так. Если в течение года не повысили зарплату докером, то по окончании года она повышается вот на тот коэффициент, который рассчитывается по этим формулам. В зависимости от роста производительности труда. Как раз просто мне тоже не было немножко непонятно. Это запутанные формулы, по моему мнению. А это разъясняется работникам? Да. А как это делали? Это работники делали? Ну, я в этом принимал участие, поскольку я матмех кончал. И мы с ними разбирались с администрацией. Вы хотите, чтобы от уровня роста производительности труда повышал? Если зарплата растет и производительность труда растет, совместимый рост зарплаты. Ну, должно быть. Должно быть. Почему? Вот потому что, если вырастает производительность труда, то и зарплата возрастает. Если зарплата растет медленнее, чем растет производительность труда, то что получается? Значит, берем зарплату и делим на количество этих контейнеров или на количество единиц продукции, которые выпущены все равно. У них это перегруженные контейнеры. Значит, тогда по одной единице зарплаты меньше получается, чем было. Значит, издержки на зарплату сократились в единице продукции. А раз сократились издержки, соответственно, увеличилась и прибыль. То есть, если... Вот что нам нужно... На переговорах нужно было втолковать работодателю. Если вы повышать будете производительность труда быстрее, чем растет зарплата, то при росте зарплаты ваша прибыль будет повышаться. И тут и предусмотрено это. Ну, поэтому и сделаны расчеты, как, в какой степени. Эффект был, я хочу сказать, от принятия этого положения такое, что поскольку администрация не хотела это все считать особенно, она просто в течение года повышала больше, чем съедает инфляция. Ну, вот поскольку вот как сзади как бы вот стоит эта вот батарея этих формул, которые не хотите вы повысить, ну, будете повышать. И причем скачком и сразу. А зачем им это надо? Ну, это потихонечку повышают. Незаметно для себя, когда у них деньги есть. А то они начнут, раз, и с первого наряда должны резко повысить. Зачем им это надо? Где это есть еще? А в законе что написано? В 130-й статье, что государство, Трудового кодекса, гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания государства. Чем оно гарантирует? Ничем. Ничего там не написано. Какая антиответственность предусматривается? Никакой. А где ответственность предусматривается? По поводу, ну, наверное, в коллективном договоре должно быть. Нет, подождите, коллективный договор может его и не быть. Это же нет такой обязанности создавать коллективный договор. Ну, где? Вот в Трудовом кодексе записано, 130-й. В 134-й статье написано «Обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты». Где ответственность предусматривается? Может, в административном. А в кодексе административных повышений нету там такого. А еще есть какой кодекс, где может быть предусматривается ответственность? А? Гражданский кодекс. Уголовный. Уголовный. В гражданском нет, потому что гражданский кодекс регулирует отношения между юридическими лицами. Ну, в общем, либо уголовный, либо административный. Уголовный. В уголовный, например, прописано, что за задержку зарплаты может быть, уголовная ответственность. Знаете, да? Вот Рогозин применял этот вот пункт, когда он, наверное, так сказать, проверял работы по выполнению заданий при строительстве космодрома Восточный. И там не выплатили 120 миллионов зарплаты. И вот, так сказать, по этому поводу эта мелочь по сравнению с тем, что на Сахалине положил в свой карман гражданин Хорошавин, он там миллиард положил на лестнице. Правда, не в кармане, он прямо так вот был в кабинете лежал. Строительство арены, но тут тоже себе в карман ногу. То же самое. А там всего лишь, ну там уголовная ответственность была, там уголовные дела заведены были. Больше 20 уголовных дел. А по поводу вот этого пункта, ничего, вот поскольку у докеров записано, вот они и защищены были. То есть получилось так, что вот заголовок не может опровергнуть на переговорах никак. То есть требования законные. Правильно? Раз написано об законе, это законные. То есть давайте тогда распишем просто процедуру. Но государство может и так рассуждать. Я вам право дало? Дало. А вы не воспользовались этим правом? Не воспользовались. Но это ваше дело. Вот люди воспользовались, у них повышение. Вы не воспользовались, у вас нет повышения. То есть гарантирует. Чем она гарантирует? Вам дано право на коллективные переговоры, на разрешение коллективных судовых споров, на забастовку. Вы его не использовали. Вы не использовали, пусть неудачник плачет. Работодатель использовал свое право вам не повышать. Вы свое право, чтобы вам повысили, не использовали. Кто виноват? Вы. Вы виноваты. Ну, вы, и чего вы хотите? Вот я, если я работодатель, то я кто? Покупатель же, рабочей силы вашей, да? Покупатель. А покупатель заинтересован в том, чтобы купить подороже? Нет. Нет. Ну, где таких, вы видели сумасшедших покупателей, и вот я у вас что-то покупаю, говорю, слушайте, а вы не можете мне подороже продать? Вы так скажете, ну, интересно вообще, где вы так нашли такого человека? А кто продавец? Вы продавцы? Рабочие, работники? Ну, так в одиночку вы будете продавать, я вас выгоню. Если вы станете дороже, скажете, зачем я вот вас беру? Вы в одиночку будете, и вас выгоню, вот там возьмут, там еще сзади стоят. Поэтому работодатели же соединяются в свои ассоциации, промышленников, предпринимателей, форумы проводят, слеты и так далее. Ну, так вы соединяйтесь, пожалуйста, и принимайте коллективные решения, и действуйте. Ну, если вы не можете внутри даже договориться, вот два профсоюза договорились, выработали единые позиции, составили проект коллективного договора, уклониться от переговоров невозможно. Почему? Потому что в законе очень строго написано, как только подал профсоюз заявление на переговорах, через семь дней должны сидеть уже. И приказ должен сдать работодатель, и со своей стороны, если вы выделили пять человек, я вот, скажем, это не важно, я могу пять, три, один, как угодно. Почему? Потому что по согласию это решается, по согласию стороны работников, и со стороны работодателей заключается договор. Это уже не важно сколько. Но я вот выставляю тоже команду, и начинается переговор. Освободить я от работы должен эти переговаривающихся работников? Вот вы работаете слесарем, я вас должен освободить для переговоров? Да. Должен. Если вы вот написано там. Ну да, тут это тоже. Вот если написано четыре человека там, или пять, вот я этих пятерых должен освободить. Они получают по 90 тысяч в месяц, к примеру, докеры. Вот по 90 тысяч я, значит, буду им платить, они три месяца будут меня жилы тянуть, чтобы я заключал такой договор. А я должен за это им платить. Например, и так выглядит с позиции работодателя. Потом проходит три месяца, а переговоры не закончились. Ну, работодатель может не захотеть дальше переговариваться, но тогда он придет к забастовке. Тогда он снова хочет еще переговариваться, и тогда вы уже не можете у нас переговариваться, тогда вас уже можно. Вы будете теперь переговариваться. А вас освобождаем на три месяца с оплатой по среднему. Вы ходите там и докладываете, как идут переговоры, и разрабатываете все эти пункты. То есть, если люди используют свои права, они получают вот такой результат. Но если вы их не используете, то вы и не получите этого результата. А у нас, в том числе, среди рабочих и работников, вот такого рода их дивенческие настроения мне дадут. Ну, кто вам будет давать? Вам же объяснили, что тут к церену, идет торговля. Никто у вас не собирается покупать дороже вашу рабочую силу, если можно дешевле купить. Но если вы ее не продаете, а если вы коллективно на этом стоите, то вы не будете работать. То есть, в чем смысл забастовки с точки зрения положения работника-работодателя? Смысл в том, что у нас нет ни рабства, ни крепостничества. То есть, я никак не могу вас заставить работать. Правильно? Нет таких средств. Я могу вам предложить, вот у меня есть средства производства, хотите, приходите работать. Вы говорите, у вас очень мало платят. Ну, идите, найдите еще где подороже. Вы походили, походили, через три дня приходите, ну как? Да ладно, говорит Михаил Васильевич, черт с вами, пойду к вам. Потому что вы уже походили, знаете, а почему вы нигде не нашли? А потому что мы договорились. Работодатели что, не могут? А что, работодателям запрещено договариваться? То вот работники договорятся между собой. А если у нас какого-нибудь работодателя отклонится от этой общей договоренности, насчет сильно много платить работник, как мы поступим с этим работодателем? Походу, меры примем. Причем, очень, может быть, крутые. Поэтому рабочих-то никто не тронет, а вот этот работодатель может полететь. Есть разные средства на него здесь, у коллег по капиталу. Так, ну ладно, еще какие у вас есть мысли? По поводу этого коллективного договора? Да. Так что не знаю. Тут я понизка, тут ничего такого. Вот мне просто больше интересно, что с 2011 года коллективный договор, сейчас же там вот вы говорили новый коллективный договор, ну, в смысле новая редакция, он продленный. Более свежий я вот недавно отправил, то, что у меня было, на сайт московского отделения фонда рабочей академии, можете там посмотреть. А там существенные дополнения есть? Нет, они примерно в таком же виде. То есть они вот это стоят. И сейчас, конечно, там ситуация ухудшилась в порту, потому что компании товарища Лисина, которая имеет 17 миллиардов, там у них разваливается профсоюз, и разваливается он потому, что они вот этим делом не умеют заниматься должным образом, и потому, как они не умеют организовывать работников. И у них нет союза двух профсоюзов. Вот единственное, из всех компаний, которые есть в порту, в этой только компании есть единый представительный орган. То есть там дырки не найдешь. Причем этот профсоюз, он весьма доволен, потому что нагрузку несут докеры, конечно, он самый большой. А эти товарищи поддерживают, и они за единое выступают, и поэтому очень трудно с ними бороться, работодателю. Но в то же время работодателю, уже наученный его таким долгим периодом, такой работой он уже знает, что, в принципе, его положение не ухудшается при принятии хорошего коллективного добра, а улучшается. Ну, потому что это очень, так сказать, продвинутый период компания, и техника очень серьезная. Можно заставить хорошо работать на очень сложной технике? Это невозможно. Это можно только как побудить соответствующими стимулами. А стимулы вот они. Вот это стимулы. Защищенность, охрана, труда, стимулирование. Значит, у всех с повышением цен понижается реальное содержание зарплаты, а здесь по этому договору повышается. И еще что-то страдать. И там действительно повышается, на деле действительно все повышается? Там очень соблюдается строго. А причем знает работодатель. Более того, я присутствовал на конференции, где выполнение колодоговора, на ней выступает генеральный директор по колодоговору. Вот в команде он не был, в которой переговаривалось. Выступает генеральный директор и рассказывает конференции работников, как выполняется. Это же локально-нормативный акт. Он же теперь документ правовой. Он рассказывает, как он выполняется. Уже не важно, как он принимался. Как уж принимался. Вот принимались. Он рассказывает, это вот у нас задержка, это мы обеспечим, это у нас вот есть недостаток, а в основном мы все это выполним. Ну, люди обсуждают, ну, понятно, это вот у нас трудность есть в выполнении этого пункта, но мы их там закроем. Вот это каждый, это обязательно регулярно, раз в квартал. Как идет выполнение коллективного договора. Это тоже очень много. То есть не так, что вот есть царь и бог, генеральный директор, который делает все, что угодно. Он делает, он царь и бог, в плане того, что он решает вопрос, как организовать производство, правильно? Как направить. Но во всех вопросах, которые затрагивают положение работников, он обязан руководствоваться коллективным договором. Пока это были переговоры, он ничего не был обязан. Он, так сказать, мог спорить, настаивать там. Но когда это все записано, это теперь правовой документ. Причем правовой документ, поскольку он в соответствии с требованиями, как вы с самого начала сказали, предъявляемые коллективным договором законодательством, то он обязан его выполнять. И все. Но он не догма, потому что можно делать новые приложения, можно изменять и дополнять, и так далее. То есть это вот такая работа. Эти люди приучаются сначала обдумывать, какие могут быть конфликты, а потом, так сказать, переходить к решению этих проблем. И мы, конфликтологи, можем действовать как? Возник конфликт, мы пойдем кого-то мирить. Они уже разозлились, друг на друга кидаются. Или мы заранее участвуем в этом процессе составления коллективного договора, и мы упреждаем эти конфликты, и эти конфликты урегулируем до их возникновения. Вот в чем предупредительная роль коллективного договора. Он предупреждает конфликты. И что выше, так сказать, предупредить конфликт или разрешать его тогда, когда он заразился. Что задача конфликтолога? У нас что, так сказать, у нас задача обязательно иметь конфликты, чтобы их потом как-то утихомиривать и регулировать. Но если есть возможность, их вообще не создавать. Значит, что остается за рамками? Это еще много. Потому что жизнь многообразная, она меняется, появились новые производства, новые проблемы, они все не урегулированы. Поэтому коллективный договор, но он обязывает к чему? Эти же вопросы тоже решать в порядке партнерства с двух сторон. Появилась новая проблема, надо сесть за стол переговоров, ее обсудить и урегулировать. И надо написать одно приложение. Ну, по одному вопросу написали приложение, не надо обрушивать всю систему, а дописали еще одно приложение. Или одно исключили. Тоже может быть такое. Но это уже не нужный приложение, это и нет работы. Все, мы убрали ее. Изменения и дополнения в коллективный договор. То есть люди приучаются к такой планомерной работе. Вот если бы это было и на уровне страны, вот такая работа. У нас есть на уровне страны условия для того, чтобы также это регулировать. Вот смотрите, значит, у нас есть государственная собственность. По некоторым данным, 70% капитала находится в государственной собственности. Значит, план, именно план, директивный, можно составить только в рамках одной собственности. Каждый капиталист, индивидуальный, имеет бельный план. Таких капиталистов, которые не планируют, нет. Единственный капиталист у нас, который не планирует, это государство. То есть, что такое государственная собственность? Это собственность и общая собственность класса капиталистов. Ну, в рамках этой собственности можно построить? План? Можно. Есть такой план? Нет. Как будет развиваться Россия? Никто не знает. Вам никто не скажет. А вот выступит президент или премьер, надо слушать. Или потом выполнять послание. Как это выполнять послание? Вот, допустим, представьте, Ленин выступил, надо речь Ленина выполнять. Какая-то глупость. Как это? Можно выполнять речь? Следующие документы принять? Да, можно. Или там, Сталин выступил. Можно выполнять речь Сталина? Что-то ерунда какая-то. А как можно выполнять речь президента? Ну, послание. Человек выступил, изложил свое видение и так далее. Из этого послания видно, что планирования нету, что ничего не намечается, перспектива никакая не обозначена, никто ни за что не отвечает. А есть отдельные программы разрозненные, и можно из каждой программы что-то вытаскивать и набивать себе карманы. Что и делается. Сплошь и рядом. То есть, а поскольку они считаются комплексными, то есть в единый комплекс не увязаны, а только название у них комплексное, поэтому когда из одной программы деньги вытаскивают, этих не касается программа. А если бы у вас был единый план, допустим, вы бы забрали, так сказать, больше денег, чем вам положено, мне бы не хватило. Я бы забрал, вам бы не хватило. То есть тогда борьба с этой коррупцией носила бы не чисто, так сказать, юридически правовой характер, а еще и экономически. Как вы будете вытаскивать это одеяло, если бы вы потащили одеяло на себя, там что-то оголилось. Поэтому план. Теперь это же не общественная собственность, не социализованность. План может быть только на вот этот госсектор. 70% — это немало. Вся экономика. Сюда, конечно, вся оборонка входит. И все такие, скажем, добывающие отрасли мощные там, Роснефть и Ростехнологии. У нас эти государственные компании на сегодняшний день, при том, что вот, значит, декларируется вроде бы, мы уходим из экономики. Иногда заявляет, особенно Дмитрий Анатольевич, мы вообще должны уходить из экономики. Но если мы сейчас уйдем из двигателя строения, у нас не будет вообще двигателей. И у нас не будут летать самолеты, и не ходить будут наши корабли, поэтому мы создаем двигатели строительную корпорацию. И вот мы смотрим у нас корпорации. Значит, Роснефть есть, Газпром есть, Ростехнологии — 17% прироста в этом году. Ростехнологии есть, вертолеты России есть, корабли строительные есть, самолеты строительные есть, двигатели строительные есть, приборы строительные есть. И у нас, так сказать, эти все прибавляются и прибавляются. Поэтому на самом деле мощный государственный сектор. Плана нет. А раз плана нет, то там вот, так сказать, непонятно что. И это непонятно что, и поэтому такие вещи происходят, как Люкаев, мы сделаем обоснованный прогноз. Ну что значит прогноз? Какой может быть прогноз? Темп рост от чего зависит? Если я капиталист, я получил капитал. То есть я имею капитал. Капитал — самовызрастающая стоимость. Я получил прибыль. Я, во-первых, должен отправить часть издержек амортизации, часть средств на восстановление израсходованных капиталов. Чтобы у меня был, скажем, возраст не более 10 лет. То есть десятую часть заменять станков, орудования, средства производства, это ни к прибыли не имеет никакого отношения. Но из-за того, что я заменяю старое на новое, вырастает производительность труда. И сразу доходы больше. Это раз. Во-вторых, вот та часть, которая берется из прибыли для того, чтобы увеличить капитал. Это называется накопление. Ну, допустим, 60% накопляем. 60% накопляем, 40% пропьем. Прогуляем. Это вас не касается, как говорится, наша собственность, все. Есть это 60% накопления? Да никакого накопления нету. Никакой тут. То есть не то, амортизация не соблюдается. Амортизация, если прикинуть, у нас 73 триллиона стоит средства производства в целом по России. Если амортизация, это не зависит от формы собственности. Вы все обновляйтесь. Ваш капитал, ваш, но до конца он старый-то у вас. Вы обязаны, если вы капиталист, обновить, чтобы это был новый. Так, десятая часть. 7,3 триллиона тогда только на амортизацию направляется. Не из прибыли, а это вот, так сказать, входит в состав цены, по которой продается продукция. 7,3 десятых разговоры. Вам миллиард, вам миллиард, вам миллиард. Что это, это ерунда, этот миллиард. Когда тут 7,3 триллиона, только на амортизацию надо. Соответственно, вот та часть, которая идет из прибыли, если она не идет, то куда она идет? Она идет по фору. Потом Владимир Владимирович пытается ее там из-за фору достать. Вы можете поймать рыбу, которая уплыла? Очень сложно. Можно, трудно ее поймать. Вот как вы собираетесь, из-за фору это невозможно. То есть, с одной стороны, можно поднять зарплату, тогда рабочие понесут, работники свои деньги, куда? В магазины. В магазины, значит, там будет повышенный спрос. Повышенный спрос пойдет в повышенном предложении. Повышенное предложение повысит темпы роста. А если у вас ушли они в офшоры, ну как вы оттуда собираетесь забрать? Поэтому вот это накопление. Теперь, вот если вы имеете план, то вы можете дать заказы. Уже задание вы не можете частному капиталу. Вот вы отдельный капиталист, а я, скажем, представляю государственный орган стратегического планирования. Так вы будете заказ брать вот на это? Все дерутся за заказы, правильно? Это государственное финансирование, гарантированное вам. Все с удовольствием возьмут. Ничего вам обязательного нет. Ну хотите, не хотите. Вот я ей отдам заказ. Вы думайте. Вообще-то вы лучше сделаете. Ну давайте, берите. Все, заключили договор. Вы будете, вот у нас такая елка, получается, есть, так сказать, ствол, государственная собственность, которая планируется, и заказы. И вот у вас получилась программа развития России. Есть она? Нет ее. В чем дело? Советник президента, товарищ Глазев, академик, предлагает создать, у нас есть закон о стратегическом планировании. Закон уже есть. Закон есть, планирование нет. Почему? И нет ответственности никак. А потому что к ответственности кого надо привлекать, если нет плана стратегического? А вот как никого. Вот кого-то. Путина. Вот получается так, да. Получается. А кто должен закон? Ничего себе. Для чего? Вы же его принимали? Закон о стратегическом планировании. Значит, есть стратегический план, есть заказы. Вот получилась программа развития России, ну, лет на 15, на 20. И в нее заложены, ну, какие, если вы хотите задать темпы роста, что нужно сделать? Задать норму накопления. При накоплении там 60%, допустим, 6% получится рост. При накоплении 70% 8% получится. Но если вы ничего не задаете, так что у вас получится? У вас размотают, проедят. Причем, обратите внимание на одно интересное явление. У нас история человечества начиналась с того, что на первом месте были кровно-родственные отношения. Вот у Энгерса это происхождение семьи, частной собственности и государства сформулировало так, что определяющим в человеческой истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни. А это значит А. Людей. Это кровно-родственные отношения по воспроизводству людей. Семь, так сказать, вот у нас была большая там полигамная семья, в первую очередь на общинном строе. Потом эти кровно-родственные отношения ушли на второе место, начиная с эпохи рабовладений. На первое место вышло производство других. Другой непосредственной жизни материальных благ. И на сегодняшний день вроде казалось мы с падением феодализма избавились от того, чтобы царей назначали руководителей государства по крови. Если вы, ваш папа, царь, значит, вы будете царевной. Это хорошо же. Царевной же хорошо. А если он князь, то вы принц, там, принцесса, тоже хорошо. Ну, если был граф, то, она графиня. Ну, а как вот там дети графиня, я даже не знаю, графа, графя, нет, не знаю. Короче говоря, и вот казалось, что это исчезло. А теперь скажите, пожалуйста, как сейчас передается собственность от одного поколения к другому? по какому? А? По наследству. Вот скажем, Рома Абрамович, ну, он не вечен, значит, и кто будет наследовать? Какой-то маленький Абрамович. Так? И компания Абрамович, может, он вообще ничего не может управлять. Вот, вообще, мировая буржуазия давно это уже поняла, что, если папа крупный организатор производства, или даже не организатор, ну, по крайней мере, держать в одних руках может, не рассаскивать, они не пустят в распыл, то этим свойством могут не обладать дети. Поэтому, что делает мировая буржуазия? Она делает очень просто. Налог на наследие 90%. Либо вы покупаете этого государства, 90% заплатили налог, и, пожалуйста, живите. Вот, продолжайте, наследуйте. Либо вы не заплатили, так сказать, ну, вот, у вас 90% заберут налога, а 10% вам остается. Это вы имеете в виду про... Детей я имею в виду. Нет, я понимаю, имеете в виду про промышленную сферу? Всю, промышленную, хозяйственную, и строительную, и транспортную. Ну, все предприниматели в этом отношении. Наследует. Кто? Ну, вот я собственник, у меня миллиард долларов. Кто должен получить этот капитал? Дети мои? Ну, или как вводится там в праве, наследники первой очереди кто? Жена и дети. Наследники второй очереди, если нет, жены и детей. Я имею в виду, что это 90% распространяется на любой объект наследования? Да. Нет, имеется в виду капитал. Понятно. то есть вот средства производства, машины, оборудование, фабрики, заводы. Вот все, что он стоит. Я поэтому уточняю, потому что я, насколько знаю, когда ту же самую сеть, например, на следствие средства квартиры, там не 90% государства это же не средство производства квартиры. Но все, ее сдавать можно. Сдавать можно. Вы ее можете использовать как капитал, но она все равно предмет потребления. Я вот стул вам могу дать посидеть. и он будет использован, так сказать, я с вас деньги буду брать, но это не средство производства. Все равно предмет потребления. Вы же потребляете это его? Стол. Это предмет потребления или средство производства? Если я возьму его в аренду. Если вы возьмете его в аренду, возьмете это средство потребления в аренду. Яхта. Это тоже не средство производства. Вы возьмете его в аренду, будете на ней плавать. Это не средство. А если вы возьмете корабль, который является землечерпалкой и чистит. Это будет, вот вы возьмете, это уже может быть средство производства. То есть мы должны различать, что есть. Капитал – это средство производства. Они любые богатства. Вот земля – это средство производства. Это просто уточнение. Земля – средство производства, дома – не средство производства. Промышленные здания – они часть средств производства. Промышленные здания, сооружения, мосты, дороги. Вот железная дорога – это средство производства? Да. Вы перемещаете грузы с помощью железной дороги. Вот я был собственником железной дороги умер, а вы моя дочь, а больше у меня детей нет. Кто будет собственником дороги? Вы будете, и что? А вам эта железная дорога, вы начинаете, что вы? Вы очень просто делаете, научите вас как работать дальше. Вы берете, вот приглашаете, вы хотите быть у меня генеральным директором железной дороги? Даю, сколько вам зарплату положить, скажите, пожалуйста, сколько вам надо, чтобы вы были довольны. Ну, как вы себе представляете? Вот член управления Роснефти получает 24 миллиона в месяц. Миллион, нормально. Миллион долларов это вы хватили, а вот рублей, ну, 20 миллионов, хватит в месяц? 20 миллионов в месяц. Дальше вы уезжаете на Канары, а надо вам каждую неделю сообщать, какая прибыль. Как только прибыль будет меньше этой величины, вы говорите, все, вы уволены. А если прибыль остается, вам не надо вникать. Ну, зачем вам вникать в это дело? Пусть она работает самостоятельно, самостоятельно. Ей хорошо, хорошо. Она получила, она поразила миллион, вот вам миллион. А у вас миллиарды. Я понимаю, но прежде чем наследовать это все, я же должна 90% выкупить. У нас, вы не должны 90%, у нас вообще никакого нет налога на наследство, у нас красота. А, в смысле вы имеете в виду? В России красота. А, вы не про Россию? Я вам говорю, что за рубежом очень высокий налог на наследство, потому что уже в Ургазии уже поняла, что размотают детки, размотают, не будут заниматься этим делом. Очень мало кто идет именно вот так, по стезе, которую там, тем более это, несмотря на то, что это дает большие богатства, это требует, в общем, и занятий труда, и внимания, и ответственности, и так далее. А здесь, в России, нет у нас такого сейчас. Поэтому все идет вот так. Насколько я слышал, что рассматривают вопрос о прогрессивной системе налогового отношения. Рассматривают. И именно поэтому его и куда-то и задвигают подальше. Там, где Ишак умрет, или я умру, или Эмир умрет. Знаете же, этот анекдот как обещал научить Ишака говорить. Соответствующий персонаж. Так и здесь. Почему 18-й год? Кто мешает сделать сейчас? Сейчас же денег у вас не хватает. Вы уже собираетесь из резервного фонда забрать, так сказать, 980 миллиардов. Вот сейчас написано в российской газете. Так а что тогда вы сейчас берете из резервного фонда, когда можно установить налог, такой, как во всех странах, который является не плоским, а который предполагает больший процент, с тех, у кого больше доход. Ну, если не хочет государство брать. Невыгодно. А? Невыгодно. Кому? Ну, не государство, а людям. А вот этим, владельцам этих крупных богатств, это невыгодно. Они, поэтому, влияют на государство. Потому что государство подчиняется этим самым классу владельцев этой собственности. Или, наоборот, кто кому подчиняется? Ну, реально, скорее всего, наоборот. Реально государство подчиняется. Ну, вот раз оно подчиняется, вот они противодействуют тому, чтобы это было. Поэтому, как они, совсем уж не могут противодействовать, потому что со всех сторон говорят, что иначе мы не справимся. Рушится тогда будет Россия. Ну, тогда хорошо. Ну, давайте на 18-й год, а там неважно, кто будет. Может, придут другое начальство, еще кто-нибудь там, еще какие-то. Или будет обстоятельства, которые позволят перенести. Это все переносится куда-то вперед. В итоге, плана нет стратегии. Ну, если бы в плане было написано, вот план, в 18-м году будет этот. Плана же нет, ничего же не утверждено. Это же разговоры про 18-й год. Вот если бы был записан план стратегический, прошел через Думу, стал бы законом. И было бы записано, что с 18-го года будет шкала нового вложения вот такой-то. И это был бы закон. Так закон должен пройти через Думу. Первое чтение, второе чтение, третье чтение. А потом пойти в Совет Федерации, потом на подпись к президенту. Президент может не согласиться вернуть назад в заказательное собрание, в федеральное собрание. Тогда они преодолели вето. И, наконец, если преодолели, он подписывает. Это еще долгая история. Нет, этого ничего нету. Плана нет. А закон есть о стратегическом планировании. Закон есть, плана нет. Ну, поэтому мы вот с этого, так сказать, все страдаем. И кто страдает? И капитал в том числе страдает. Потому что капитал должен быть самовозрастающий, а не самовывающий. Предприятия закрываются. Этого нет, у нас этого нет. Ну, так надо посмотреть, чего у нас не хватает. Если нужно приборостроение развить, так заложить приборостроение. Если нужно обеспечить там двигатели строения, ну, так заложить их в соответствующее развитие. У нас станкостроение в печальном совершенно состоянии. То есть то, что в 90-х годах происходило, падение там сотни раз, не восстановилось. По объему вроде восстановилось. А вот, скажем, по машиностроению, по станкостроению не возобновили ресурсы. Вот такая картина наблюдается на сегодняшний день. Вот. Еще у вас какие есть соображения? Вот. Что единственное, мне не понравилось в этом коллективе договора, что как-то я мало нашла информации по поводу медицинского обслуживания работников. Помимо того, что там написано, естественно, что все медосмотры проводятся за счет работодателя. А вот есть же у многих организаций. А там вы не прочитали, что вот если человек идет и за свой счет делает себе, так сказать, протезы зубные, то приносит квитанции, ему оплачивают. Да, я это посчитала. Значит, платная медицина для работников этого. Это я вам имею в виду, что есть во многих предприятиях, что по истечении определенного количества времени работы им предоставляется какой-то документ, где они могут по этому документу ходить бесплатно, что-либо делать в поликлинике или клинике специально от этой организации. Это не только они могут делать, но и их семи семьи. Но они могут сходить в платные, а они оплачивают. Но они могут возместить. Но тут же, опять же, вроде тут написано не полностью возмещать его. Полностью. Разве странно. Да, полностью. В том-то и дело, что для вас бесплатно, а для них бесплатно. То, опять же, это же не на весь перечень медицинских. А зачем вам кого-то искать какую-то особую поликлинику? Сами идите. Принесете у меня бумажки, я их оплачу. То есть, если я, например, считаю и обосную, что я хочу сделать какую-либо пластическую операцию... Нет, это пластическую операцию необходимую для моего здоровья. Необходимую, пожалуйста. Если она и прописана в коллективном договоре. Так просто ничего не будет работодатель платить, пока не записано. Если написано, если у вас речь идет о протезировании зубов. Вот, протезировали зубы, получите. Вы приносите квитанции, вас их оплачивают, все. Никаких проблем. Если у вас это не записано, скажут, у вас нет этого в коллективном договоре. Очень простой разговор. Нет, и все. В общем, я бы направила вопрос о создании клиники или поликлиники при... Да все это было раньше. Это все уничтожено в 90-е годы. Все же... Надо возобновить. Вот у нас вот кафедра наша, на которой я нахожусь, которая называется «Социальная философия». «Социальная философия» находится в 15-й умности на первом этаже. Если бы вы тут пришли раньше, в прежние годы, вы бы зашли на первый этаж, и вот как вы так зайдете, вот там дверь, это все была поликлиника. Номер один. Городская поликлиника номер один Санкт-Петербургского государственного университета. Все это ликвидировано. И это ликвидировано по всей стране. Все заводские прилагаемые к предприятиям ликвидированы. За редчайшим исключением, то есть с каким-то необыкновенным усилием кто-то там сохранил. А в принципе, скажем, вот нет поликлиники, куда я могу пойти. А раньше у меня были проблемы с голосом, я пошел вниз, после лекции, так сказать, сразу мне там помазали там, пополоскали. Сказали, я поднимаюсь и продолжаю следующее занятие. А сейчас я могу поехать на 8-ю линию, там есть какой-то у нас медицинский центр, но меня там один раз обслужат как преподавателя. Скажут, ну вы профессор, ну конечно мы вас один раз посмотрим, а потом давайте покупайте полис добровольное медицинское страхование, и меня будут каждый месяц вычитать, и я буду за это платить. И я буду еще мотаться вот туда. Так а зачем я туда буду ходить, когда я могу в поликлинику пойти около дома? Ну и так далее. То есть это вот общее такое разрушение было. И это можно было бы сохранить, в том числе и базового отдыха, и прочее. Ну вот это было трудно сохранить на переговорах, только-только уничтожали. А то есть об этом вопрос вставал? А тут вы скажете, давайте возобновлять. Вставал. А потому что если идет вот такая волна всего общего уничтожения, как вот это удержать этим несчастным докерам, которые скажут, ну хорошо, они бастуют по зарплате, бастуют по продолжительности рабочего времени, по условиям труда. И тут еще, значит, по этим, ну не мыслим и все. То есть все не охватить. А надо бы такое приложение есть. Приложение по медицине, приложение. Вот направление совершенно правильное. То есть это не догма, этот договор. Этот договор просто вот как пример того, что если люди что-то поставили себе, свои цели, и добиваются дружно, они могут добиться и большего. Но пусть другие добьются в медицине. И мы будем изучать другие, скажем, а вот эти не дотягивают. А сейчас на что вы поставите? Где мы скажем, где вот лучше? Если есть лучше, давайте их покажем, повесим, вывесим и так далее. И чтобы это была общая база, и чтобы люди могли эту общую базу там в электронной форме смотреть, читать, видеть и так далее. Вот этот договор, он висит на сайте Московского отделения фонда рабочей академии. Вы можете его брать и переделывать его, и делать коллективный договор своего предприятия, к примеру. То есть не то, что он недоступен там, или вам не дали, вы только посмотрели. Ну вот можете открыть и скачать. Не хотите скачать, посмотрели, что-то выписали и так далее. Вот такая. Еще есть вопросы? Нет, ну и просто мне еще понравилось по поводу приложения беспроцентный займ. Я мало такого удивила, в принципе, в организациях. Конечно, мне кажется, сроки слишком маленькие, до двух лет написано. И получается, по 20% зарплаты будет вычитать, я так понимаю. Ну, если ты, например, занял у организации. Так нет, это беспроцентный займ. Процентов вообще не будет. Я понимаю, что вообще не будет, я имею в виду то, что взнос будет ежемесячный. Это ежемесячный взнос, это 20% от зарплаты. Нет. Разве нет? Тут написано, что заем представляется на сумму 20%. Нет, беспроцентный займ означает, что вы должны будете его отдать. Нет, я имею в виду то, что... Ну, проценту с вас не берут. Нет, я и говорю не про проценты, я говорю, что отдавать нужно с каждой своей заработной платы по 20% на сроках двух лет. Так вы же взяли его, так это не ваши деньги. Это деньги работодателя. Так вы их взяли на время, но вы отдаваете. Я еще не поняла немножко, а какой предел суммы. Предел как раз и есть, что оно должно как раз, ну, чтобы сумма была, как объяснить, да. Вот такая сумма, которую он сможет отдать. Вот с ним всегда это обсуждается. Вам придется 20% суммы платить. Так? Каждый месяц. Может, в течение двух лет написать. Вот и без сколько, поскольку вы хотите брать. Пожалуйста, вот вам такая сумма, но вам придется. Если вы возьмете большую сумму, вы пол зарплаты будете отдавать. Ну, так вы думайте, меряйте, считайте. Но с него проценты не берут. А вы возьмите микрофинансирование. Там сколько процентов? Ну, понятно, там миллион процентов. Нет, 2000 всего лишь. Нет, к тому, что... Я туда ходил для интереса проверить, вот как специалист. Просто, насколько я помню, недавно пригремело дело в Санкт-Петербурге, что кто-то, какой-то дедушка занимал 5000, и не отдал вовремя, там, за неделю. И с него потребовали 30 тысяч. Потом еще больше, больше, больше. Да, 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 и так далее. Там совершенно страшная организация. Вот я прихожу, мне нужно было как раз, я готовил выступление, ну и чтобы, так сказать, располагать фактами, я вот выхожу по дороге, еду домой в Петроградский. А там до зарплаты фирма. Я говорю, так, я говорю, мне нужно до зарплаты денег. Я хочу вот каждый месяц у вас брать 20 тысяч рублей. Могу? Он говорит, нет, первый месяц можете только 10 тысяч. Почему? Ну, мы и вас не знаем. Ну, хорошо. И сколько я должен буду отдать по окончании первого месяца? 20 тысяч. Хорошо. Говорю, а второй месяц? А второй уже можете 20 брать. Хорошо. Я говорю, и сколько я должен отдать буду за второй месяц? Он говорит, 30 тысяч. И так, говорю, каждый месяц. Да, вот вы берете 20 и в конце месяца отдаете 30, 20, 30. И так мы будем вас финансировать. Я говорю, вы меня будете финансировать. Какого будете финансировать? Ну, вот я проинсультировался и пошел. Говорю, ну, спасибо, вот теперь мне все ясно. Ну, то есть жулики. То есть, а у людей создается, мне деньги дают. Да не деньги, это на себя ермо вешают. Он говорит, мне деньги дают. Это же ужас же. Человека, значит, он 20 берет, 30 отдает в конце месяца. А в пересчете на год это вот где-то порядка 2000 процентов получается. То есть, это бандитские организации. Банки этим не хотят заниматься, мелкие, им хочется много сразу получить. А эти вот организации, они, ну, вот человек в безвыходном положении. Он сейчас думает, причем человек простой, он оппортунист. Он сейчас видит, вот сейчас, он не рассчитывает на этот период. Он не привык к планированию, тем более к планированию финансов. Ему кажется, он как-нибудь отдам. Главное взять. Он взял, а потом, что такое коллектор? Это бандиты. Раньше коллекторы не оформленные, работали как? Очень просто. Есть, так сказать, решение суда. Вот вы приходите ко мне, я коллекторскую ферму возглавляю. Ну, раньше, раньше, еще не оформленную. Она на общественных начала. То есть бандиты. Вы приходите, говорите, вот у меня есть решение суда. Я говорю, у вас есть исполнительный лист? Нет исполнительного листа? Это не занимаемся. У вас есть исполнительный лист? Вам сколько должны? 500 тысяч, да? Да. Так, за 50% будем выполнять. Согласны? Да. Заключаем договор. Значит, 250 нам, 250 вам. Так, вот товарища. Вот это мы сейчас его привяжем к батарее. Так, несите паяльник. Сейчас будем разговаривать с ним. Как будем отдавать? Что еще у нас есть? Сверло. Несите сверло. Что еще у нас есть? Что под ногти будем его закладывать? Можем свернуть и садовать. Все, мы получили деньги свои. Но самое интересное, что вот эти бандитские организации, если они строго держались с того, что они, только по решениям судов. То есть, если у вас нет решения суда, исполнительного листа, это нет, мы этим делом не занимаемся. Мы только добровольные помощники судов. Ну, то, что такие несколько жесткие меры принимали, ну, а что, это же люди, не плательщики, бандиты. Надо с ними как-то бороться. Мы общественным путем бороться. И никто никого не наказывал. Вот эти все бандитские организации, они теперь переоформились. Они теперь ничего этого не делают. Просто существуют коллекторские фирмы. К чему это сводится? А к тому, как вот бросили бутылку зажигательной смесью на ребенка. Это упало в одном городе. Но это что, то же самое? Что это такое? Ну, это вот, так сказать, гримасы. То есть, по идее, возьмите вы, а какие возможности у нашего банка? Что он не мог давать кредиты работникам? Мог. И проценты получать. Ну, хотят же бешеные проценты. Вот сколько процентов, ключевая ставка в Соединенных Штатах Америки? Скажите, пожалуйста, сколько? Я узнаю, что там небольшие проценты. Ну, сколько? Небольшие-то, по-вашему, небольшие. Ну, это может быть 3-5. Ну, 3. А не хотите полпроцента? А, ну, я просто... Полпроцента. От нуля до полпроцента. И недавно снова собиралась, так сказать, конференция по поводу этой резервной системы, что как мы будем. И решили оставить. От нуля до половины процентов. Вот вы получили полпроцент, вам отдать. Вот вы получили деньги. Значит, вы решили свои проблемы, отдали полпроцента от этой суммы. Все. То у нас равняются на, так сказать, вот, американские, так сказать, всякие, такие вещи, такие... А почему вы это не берете? А хорошее это? Почему плохое берете, а хорошее не берете? Почему вы не возьмете это? И причем никакого объяснения нет. Кроме одного. Наши, так называемые, банки, это будут, так сказать, система паразитов, которые висят на центробанке. Потому что центробанк имеет средства. И эти люди, ну, это бывшие, может быть, бандиты или еще каким-то образом получившие деньги. Банкиры, так называемые. Откуда у них эти там копления? Ну, наверное, вы знаете, что вот значительная часть банков занимается чем? Они соберут деньги вкладчиков, потом переводят за границу и уезжает хозяин-барин тоже за границу. Садится на самолет и улетает. Самая крупная сумма, это вот 200 миллиардов. Выведено таким образом за границу и хозяин их. В российской газете опубликовали с портретами перечень вот таких, которые так поступили. Другие, они что делают? Они получают в центробанке деньги. Это кто их получил? Откуда деньги? И откуда они получили под 10% сегодня ключевая ставка. Значит, они должны отдать 10%. Есть такие предприятия, у которых норма прибыли выше 10? Почти нет. Где там такая норма прибыли может быть? Может быть, только фармацевтики, там, бешеные цены на лекарства. Поэтому производство не кредитуется. Не кредитуется, и поэтому не развивается. Вот такие проблемы. Так, товарищи, на этом мы наше занятие сегодня заканчиваем. Я вас информирую и поздравляю с тем, что у нас сегодня последнее занятие. Занятие.